И так, здравствуйте. Сегодня мы с вами начнем изучать большую тему предпринимательства. Сегодня наш урок необычный. Необычен он тем, что сегодняшние участники, не только вы, но и школы 4-го Д-класса, они тоже изучают финансовую грамотность и тоже разбираются в финансах. Вы уже в 10-м классе. Для вас эта тема более актуальна. Вот мы попробуем сейчас выяснить, насколько важна для вас и насколько важна эта тема вообще в нашей жизни. Предпринимательство. Большое, подъемное слово. Так вот, как стать предпринимателем? Как сделать так, чтобы мы были настоящие предприниматели в этой жизни и мы были успешными? Сегодня мы с вами рассмотрим эту тему в формате кейс-игры. Как я уже сказала, это наш урок необычен. Необычен тем, что и участники, и ведущие вы сами. И сегодня мы с вами попытаемся решить самую главную проблему, самую главную задачу. Как стать успешным предпринимателем? Сегодня в этой игре мне будут помогать мои помощники, ученики 10-го класса, а они же и ведущие. И сам ход нашей игры и правила игры, они сейчас все вам расскажут. Итак, мы начинаем. Здравствуйте, меня зовут Футокудинова София, и сегодня я в роли предпринимателя. Здравствуйте, меня зовут Воробьева Еказерина, и я кредитор. Здравствуйте, меня зовут Комикова Анастасия. Итак, друзья, в нашей сегодняшней игре вы сможете почувствовать себя настоящими предпринимателями. Бизнес, как и наша игра, работа командная, поэтому сегодня вы будете работать в командах. Для начала, кто мне сможет сказать, что такое предпринимательство? Саша? Это деятельность, направленная на получение прибыли. Отлично. А кто тогда такой предприниматель? Саша? Это человек, который создает свой бизнес, который направлен на получение прибыли. Да, абсолютно верно. А с чего вообще начинается любой бизнес? С идеи. Правильно, абсолютно верно. Сейчас на слайде вы увидите, как зарождается идея, как, в принципе, с чего начинается любой бизнес, как построить нашу идею. Тренд – это изменение в рынке, которое происходит прямо сейчас, в данный момент времени. Следующий пункт нашего анализа идей – это конкуренты. Конкуренты – это компании, которые производят тот же самый продукт или очень похожий на ваш. И последний пункт нашего анализа – это целевая вакутория. У кого-то вообще есть представление, что это уходит целевая аудитория? Это те, на кого мы, на самом деле, надеемся принимать. Верно. Это наши потенциальные покупатели. А кто не может сказать, откуда можно взять деньги для бизнеса? Иван? Он ему можно взять в видит, либо найти в видит. Итак, первый кейс. Спустя полгода после запуска вашего бизнеса, вы проанализировали первые цифры и поняли, что на данный момент он убыточен. Привлеченный капитал хватит еще на полгода, а дальше придется согреваться. Какие действия будут примитив для изменения ситуации? Понимаете, прочитайте предложенные варианты и подумайте. У вас есть минута на обсуждение. Рео, пошло. Второе. Конечно, правильный ответ второй. Так как, если не изучить, откуда приходят деньги и куда уходят деньги, можно купать совершенно не первую ситуацию. Пожалуйста, второе. Программировал, куда уходят ваши деньги. Вы обнаружили, что у вас слишком высокая стоимость привлечения клиента. Необходимо срочно решить проблему, иначе прибыли в ближайшее время можно не ждать. Какие ваши действия? Прочитайте и подумайте. Посмотрим. Все время пошло. Итак, ребята, сегодня мы с вами узнаем, кто такой предприниматель, что такое предпринимательство, что такое бизнес, как выбрать для него правильную идею, узнание где-то деньги для бизнеса, и как правильно заполнять договора для предавания и для привлечения инвесторов. Мы обязательно соберем ваши бизнес-планы, проверим их. И у того, у кого план будет наиболее подробный и правильный, будет Митя. Итак, ребята, сегодня мы с вами окунулись немножечко в тему предпринимательства. Мы сегодня с вами познакомились с основными экономическими определениями. Исходя из всего того, что вы сегодня услышали, все то, что вы сегодня сделали на уроке, давайте теперь обобщим и сделаем выводы. Кто же такой предприниматель? Кто такой предприниматель, на ваш взгляд? Это человек, который создал свое дело, на свой страх и риск, вложил какие-то средства и получает от этого уроки и внутри. Хорошо. Есть еще какие-то дополнения к этому? Кто может быть предпринимателем? Предприниматель может быть 20 человек. Хорошо. А он такой, у которого есть идеи, которые может понравиться и детям? Правильно. Посмотрите. С того маленького определения, с которого мы начали нашу игру, вы пришли к большому выводу, что предпринимателем может стать любой человек, у которого есть идея, есть запал и есть желание. А что нужно для того, чтобы... Продолжение следует... Продолжение следует...